Пробежечка закончена моя. Вот такая чудная природа у нас. Хорошая погода сегодня. Ну и вот моя пробежка. Два круга. Один круг, два двести у меня. Два двести в темпе. Я и Русь увидела сегодня. Вот в том конце у меня начало пути. И вот я вот так, вот так иду, 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 иду. Вот здесь иду. По плитам иду. Ивы здесь красивые, очень пышные. Под мостом, под этим, на котором я стою. И пошла-пошла по плитам, пошла-пошла. И в самый конец этого водного канала, вот там в конце находится моя полянка, березки. А потом по грунтовке. Сейчас сухо, хорошо. И по грунтовке опять пошла-пошла-пошла. И в круговую по канальчику. Пошла-пошла-пошла-пошла, Танечка. И вот опять вот туда. И дохожу до начала конца. И так два круга. 4400 получается. И дорога сюда километр и назад. 6400. И так каждый день. Каждый день. Но у меня хороший темп. Большой темп. Ну и, конечно, упражнения. Но сейчас на рыночек. Взяла, не глядя. Бегу по рынку. Взгляд налево, направо. Грушки, яблочки, сливки. И тут, смотри, у хозяюшки порезанная королева осени. Тыква. Кто-то называет овощ, кто-то плод, кто-то ягода. Но это польза. Это здоровье. Это еда для стройнеющего человека. Я не буду углубляться в Википедию. Вспоминать витамины, минералы тыквы. Я одно скажу. Не словами сказать, не пером описать пользу тыквы. Это нужно есть и ощущать на себе. Очень большой объем воды имеет тыква. Прекрасная клетчатка. Прекрасная. Тыква – это пектин. Это чудо. Тыква повышает метаболизм, ускоряет, ускоряет метаболизм. А это самое главное для человека, который хочет постройнеть. Об этом говорил Лео Антонович Бокерия. Человеку, который хочет уйти от лишнего веса, постройнеть, нужно употреблять такие продукты, которые будут быстро вас покидать. Не задерживаться долго. Вот вам, пожалуйста, тыква. В любом исполнении. Сырая, запеченная. Кто-то кашу, кто-то запеканки. На здоровье. Это наш продукт. Тыква. Сезон открываем. Тыква – это еще работа желудочно-кишечного тракта. У кого гастриты, у кого проблемы желчно-выводящих путей. Тыква имеет гепатопротекторные свойства. Об этом не забывай. Это наш продукт. Во всех отношениях. И в похудении, и в оздоровлении. Ну что, начинаем готовить тыкву. Королева осени. Дождались. Рабочая обстановочка. Я у Мартена. Начинаю готовить тыквенную кашу. Для начала очистила тыкву от кожуры, как обычно. Порезала кубиками и залила хорошей водой, бюветной. Вот у меня кубики. Произвольно режем. И провариваем тыкву. Когда тыква будет готова, ножиком попробую, проколю. Все, водичка вон выливается. И нужно тыкву помять. Так. В ковшике у меня пшено. Я всегда добавляю в тыквенную кашу на килограмм тыквы очищенной. Две столовые ложки пшена. Полные, с горой. Две столовые ложечки. Пшено заливаю водой. Уходит горечь. Водичку выливаю. Потом заливаю хорошей бюветной водичкой. И провариваю пшено. Можно не до готовности. Еще 25 минут пшено будет готовиться с кашей в мультиварке. Ну вот, пожалуйста. Тыквенная каша готовится уже в производстве. Напоминаю всем. У меня всегда есть водичка с газом. Вот я в свое время услышала совет известного кардиолога, директора кардиоинститута Лео Антоновича Бокерия. Который защищал свою работу на эту тему. Он советовал всем принимать воду с газом. Потому что вода, которая продается в бутылках в магазинах, это битвота. Мертвая вода. Обязательно нужно иногда принимать воду с газом. Наши великие правители Советского Союза. Помните, у них на столах стояли бутылочки воды с газом. Они жили долго и счастливо. У нас в организме есть такие бактерии, как аэробные и анаэробные. И хотя бы часть, половиночка этих бактерий погибает при быстро растворимом кислороде. Вот это рассказывает все Лео Антонович Бокерия. Нужно слушать умных людей, развиваться. И вот так, благодаря таким наставлениям, следить за своим здоровьем. Так что я пью воду с газом. Утром встаю, так как я гормонозависимый человек. Натощак, даже не заходя в туалет, у меня гормон и стаканчик воды обычный. Вот у меня в кувшине всегда стоит вода. Бюветная талая вода. Проходит время. Я прихожу на кухню через полтора часа, допустим. И ставлю заваривать себе кофе обязательно. Перед этим наливаю стаканчик воды и пью воду с газом. Вот хотя бы часть бактерий в моем организме обязательно погибнет. Вот такая хорошая познавательная информация. От великого человека Лео Антоновича Бокерия. Рассказываю о каше. Приготовила стыква. Ну, думаю, нужно помять. Помяла. Добавила пшено. Пшено аль денте. Не каша манка получилась, а пшено аль денте. Перемешала с тыквой пшено. Пробую. Боже, как вкусно. Даже мультиварка не нужна. Чувствуется и пшено. Оно не разводилось. И тыква чувствуется. Клетчатка. Волокна чувствуется. Думаю, какая прелесть. Вот это хорошая моторика кишечника. Не нужна мне мультиварка. У меня было в холодильнике молочко. Было. Вот оно такое. Видите, кувшинчик. Жирненький такой. Даже видно жиры. Это цельное молочко. Когда я готовила йогурт, я немножко отливаю себе в молочник молока. И вот я вот это молоко сюда вылила, в эту кашу. Все размешала. Вот вам и каша. Пожалуйста, ешьте. Оздоравливайтесь. И страните. Просто чудо. Обошла сегодня без мультиварки. На меня не равняемся. Первый прием пищи. Вот так у меня получилось. У меня ни интервальное питание нет. Для меня самое главное, не есть 4-5 часов. Никаких перекусов у меня не было. Утром в 8 часов. Чашечка кофе сливки, ломтик сыра и гейтаня. Меня дома не было. И вот я пришла. Пол второго. Я ничего не ела. Я даже воды не пила. Ничего не умерла. Сейчас будем есть. И вот, пожалуйста, моя тыквенно-творожная каша. Вот оформила творогом. Сельский творог. 18% жирности. Очень сытно. А вот без творога не будет так сытно. С творогом плотнее намного. Вот советую. И вкусно, и плотнее. Мы больше насыщаемся. Творог домашний, то есть без крахмала. Значит, без углевода. А потому что углеводик, это аппетит. Вот никакого углевода у меня нету. Посмотрите. Тыква. Достаточно углевода в тыкве. Правда? Достаточно. Природного, хорошего углевода. Кто-то скажет, а зерно, пшено у вас. Две столовые ложки на килограмм тыквы. Две столовые ложки. И пшено очень полезное зерно. Пшено выводит плохой жир, холестерин. Очень полезно пшено людям, которые хотят постройнеть. Но не по 300, не по 400 грамм варить каши. А так, две ложки на килограмм тыквы. Вот это польза. И еще полезно пшено людям, у которых диабет. Поэтому иногда мы обязательно употребляем вот это зерно. Обязательно. Ну и у меня дополнение. Фасолевый паштет. Я сделала в виде таких рафаэлок темных. Темная фасоль. Темная-темная. Коричневая. Такая круглая, как пуговки. Вот в этом раритетном белорусском судочке у меня очень часто есть фасолевый паштет. Но по белкам, конечно, мощнее чечевица. 42 процента. Потом идет фасоль. А на третьем месте горох. Поэтому используем любое, что нравится. И чечевицу, и фасоль, и горох. Сегодня без намазки, без углевода, так как у меня каша. Здесь есть зерно. Хотя и немного. Но вот такая моя правильная тарелочка, на которых, на таких тарелочках, вернее, я стройнела. Я держу вес. Вес у меня не набирается, даже на килограмм. Порции у меня объемные. Я наедаюсь. Так что присоединяйтесь, присматривайтесь и стройнете. Всем приятного аппетита. Кто со мной. Всем добрый день. Всем доброго времени суток. Самому-самому шикарному сообществу. Фискуй привет. У меня только пять минут. Пять минут. Пять минут. Все успеем. Пять минут. Быстро, четко, без водички. Комментарии сегодня не буду читать. Сегодня без комментариев. Только становлюсь на одном комментарии. Написала мне этот комментарий Лариса. Я немножко по памяти. Тема такая. Жор у человека. Аппетит повышен, то есть у человека. Утром ем вашу кашу, ем хлеб, ем фрукты, ем финики. Уточнил человек, что ест финики. Какая прелесть. Лариса, вы вообще-то хотите толстеть или стройнеть? Расскажите. Какой хлеб с утра? Что сахар, что хлеб? Одно и то же. Финики. Это же чистый сахар. Гликемический индекс. 110. Находите альтернативу финикам. Возьмите чернослив. Возьмите курагу. Но не финики. Не сахар. Сладенького хочется. Вы же потом от холодильника не отойдете. Потом будете так стучать. Сим-сим, открой дверь. Вы не отойдете от холодильника, если будете есть вечером финики. Лариса, следите за своими правильными тарелками. У вас неправильные тарелки. Совершенно. Смотрите мое видео. При листах есть тема о углеводах. С утра выпил, день свободен. Наели сахара с утра хлеба, не остановитесь целый день. И вы знаете, вот, кстати, был у меня сегодня звонок. И звоночек был у меня по вайберу. Моя подруга, моя подписчица, живет в Польше. Она мне сегодня звонит, сидит на скамейке, пьет кофе. Говорит, Таня, заваривай себе кофе, немножко пообщаемся под чашечкой кофе. Вместе. Под чашечку кофе. Я говорю, хорошо, Любашенька, сейчас я заварила кофе. И общаемся с ней. Она присаживается. Я сейчас тебе такое расскажу. Я говорю, да он рассказывай, давай рассказывай. Да ты упадешь. Я говорю, да что ты говоришь, я крепкий орешек. Я стою возле плиты, и она мне начинает рассказывать. Слушай, я сегодня видела в Ютьюбе такую тарелку, в кавычках, правильную, а она похудела на 9 килограмм, Любашенька. Ну и немножко просматривает худеющих людей, смотрит тарелочки, что-то для себя берет, какую-то тарелку. Я говорю, ну давай рассказывай о тарелке. Она говорит, так ты ж не поверишь. Я говорю, ну не поверю, ну рассказывай давай. Ну посмеемся с утра, хоть поржем с утра, полезно, поюморим, рассказывай. А она говорит, ты представляешь, на одной тарелке три кусочка хлеба с салом и овся на блин с грибами. А я говорю, ты попутала. Как это? Хлеб, сало? Не тазик овощей? А что? Овся на блин еще рядом? Она говорит, еще рядом овся на блин. Я говорю, подожди, так это ж надо запивать водичку, оно ж не влезет сюда. Хлеб. Вот с иглылки хлеб. Как она сказала, Бородинский черный. Черный это закрашенный. Гликемический индекс 80. Это пшеница первого сорта. Обалдеть просто. Хлеб, сало и овся на блин видит бы эту тарелку Алексей Ворон. Вот это да. Были аплодисменты и смех. Честное слово. Как это? На одной тарелке хлеб, сало и овся на блин. Что это? Ну, короче, такое тоже встречается, поэтому к чему я веду. Лариса, нужно присматриваться к своим правильным тарелкам. Не вы одна едите утром хлеб. Вот есть люди, которые худеют, они тоже едят утром хлеб. Я не думаю, что на таких тарелках можно по стране. Я не уверена в этом. Ну, наши люди и в Африке наши. Вот эта тарелка хлеб и овся на блин это просто хлеб и каша еда наша. Ну, хлеб. Это хлеб, да, хлеб с салом люди наесть. И геркулес, овся на блин. Каша, каша. Ну, все. Хлеб и каша еда наша. Наелась хлеба с салом, закусыла кашей овсяночкой. Там, кажется, начинка была глибная. Обалдеть просто. Ну, прелесть. Молодец, блогер. Просто мотивашка. Мне таки хочется сказать. Все правильно в одной тарелке. А что это? Мелочица. Водка без пива. Деньги на ветер. Так и это. Все в одной тарелочке. Молодец. Нашим людям это хочется слышать и видеть. Ой, какая прелесть. Ты так постранела, похорошела на хлебе с салом, нався на блинах в одной тарелке. Вот так и мы будем жить. Ну, знаете как? Ешь как я, ешь больше меня. Получается вот так. У нас в Украине есть прекрасный доктор Евгений Комаровский. И вот он говорит, 80% в Украине фальсификата в аптеках. Родители покупают препараты для детей, не работают эти препараты с одной аптеки. В другой аптеке все прекрасно, работает препарат. То есть упаковочки разные, они похожи, но начинка, внутренность, то есть, она другая совсем. Есть препарат, который фальсификат, а есть натуральный. Все. Есть мел, а есть натуральный. Поэтому есть разные тарелки. И прежде чем начинать стройнеть, нужно включать мозги, как писала наша подписчица. Нужно логически думать, логически. Не слушать всех подряд. Ютуб это самодеятельность. Нужно думать, нужно доверять, но потом проверять. Кажется, вот так говорят, да? Ну все, пообщалась. Милые мои подписчики, милые мои сообщества, благодарна всем за просмотры моего видео, благодарна всем за прекрасные комментарии, благодарна всем за лайки. Любите себя, любите себя и обращайте не только внимание на себя, но еще на свои правильные тарелочки. До встречи. Любите себя.